Девиз этой недели Леонид Кучма, экс-президент Украины В этот раз не пошел Зато на следующий день Внеочередную сессию парламента Не блокировали и даже дружно голосовали За Правда к концу недели все равно остались недовольны Наталья Кравченко знает чем Видимая глазу Надземная часть парламента Это три этажа, увенчанные стеклянным куполом Но самое интересное происходит Как правило под землей Там находится знаменитый парламентский буфет И кинозал А разветвленная сеть коридоров позволяет уйти незамеченными Прямо на соседней улице То, что зал не место для дискуссий Внеочередная сессия успешно доказала За два дня работы всего одно выступление с трибуны Остальное без лишних глаз и ушей И подальше от сессионного зала Оформлять в документы, достигнутые на прошлой неделе На банковой договоренности Допущены только лидеры фракции Мы задовольны Но при достижении компромиссов Как правило победителей не бывает Что типа, если вы нас надурите Хотя с другой стороны мы также аналогично говорим Никто и не надеялся, что будет легко и быстро Но то, что дело будет продвигаться с таким скрипом Предполагали немногие Тем более, когда отставка премьера Произошла без прямого участия депутатского корпуса А отмена пакета законов Принятых голосованием руками 16 января И вовсе дала надежду на хрупкий мир За 360 день решение принято Еще в прошлые выходные На переговорах по официальной линии власть-оппозиция Последним поступило предложение От которого трудно отказаться И сложно принять Яценюк за неделю так и не сказал Ни резкого нет, ни четкого да Люди стоят на Майдане за изменения Мы готовы принести эти изменения в Украине Но мы тогда хотим понять, что это означает Посада премьер-министра – это ничего А вся полнота ответственности в кабинете министров Мы такую полноту ответственности готовим брать Его соратники по фракции более категоричны Оппозиция не имеет права участвовать в кабине Виктора Януковича Надо менять не фамилию, а систему надо поменять У нас полная верховная рада премьеров И столько же на улице На улице как раз новость приняли не очень Оппозиционная тройка еще раз убедилась Майдан для них территория скорее дискомфорта А не площадка для лозунговой пропаганды Политичная оппозиция Она сейчас своеридным парламентарем На перемогах с владой Если оппозиция захочет какие-то свои требования То я думаю, что те люди, которые в протестном русе И на Майдане, которые символом этого протестного руха Они не будут иметь никакой справы с этими политиками Возможно, всех бы устроило так называемое Техническое правительство из чиновников Хорошо знающих свою работу Но не претендующих на политические дивиденды в будущем Среди кандидатов на пост компромиссного премьера Аналитики называют Анатолия Кинаха Он пока депутат, но работы в Кабмине не боится Хотя еще никто официально ничего не предлагал Пока вопрос переформатирования Кабмина отложили А вот идти в народ надо прямо сейчас Идея возникла у регионалов Озвучил ее некогда всемогущий Александр Волков Во времена президентства Кучмы Именно его называли директором парламента Способным договориться с кем угодно и о чем угодно Договариваться быстрее советует его бывшая коллега по фракции По прогнозам Богословской Времени для выхода из кризиса у нас ровно до конца зимней Олимпиады в России Как только Кремль перестанет интересоваться Сочи Он вплотную займется Киевом С 23 февраля Россия начнет грубо По-хамски Через агентов влияния Через прежде всего Харьковскую область и Крым Взрывать ситуацию в Украине У нас появляется агрессивный Беспардонный Высокоорганизованный внешний фактор В виде России В виде господина Суркова Который сейчас куратор Украины До Украины он курировал Осетию и Грузию А до этого он курировал Чечню Именно о таком развитии событий предупредил на этой неделе лидеров ЕС и польский премьер Дональд Туск Сам сценарий он назвал черным И не только для Украины, но и для всего Европейского Союза А первый президент независимой Украины заговорил об угрозе гражданской войны Отпраздновавший в январе свое 80-летие Леонид Кравчук Тот единственный, кто выступил с парламентской трибуны в минувшую среду Вместе с Леонидом Кучмой он захотел стать гарантом выполнения договоренности между оппозицией и властью Политологи в успехе народовольцев современности сомневаются Гарантом убежден Кость Бондаренко должна стать церковь А вот следствием недоверия среди политиков стал принятый парламентом закон об амнистии Большинство хотело гарантии от оппозиции освободить админздания А оппозиция от власти освободить задержанных участников акций протеста Все остались при своем Регионалы после долгих консультаций и вечернего визита президента в Раду Приняли документ в редакции Юрия Мирошниченко За 232 решения принято Голосов регионалам добавили коммунисты в полном составе и 11 внефракционных депутатов На следующий день на сайте президента было опубликовано заявление Виктора Януковича Власть обязательства, взятые в ходе переговоров, выполнила На следующей неделе в Верховной Раде обещают создать специальную комиссию по конституции Идея возвращения к редакции 2004 года, а значит парламентско-президентской форме правления, сейчас в стадии активного обсуждения В реальности же этот процесс может затянуться Для утверждения конституционных изменений надо собрать 300 голосов в зале и провести две сессии парламента А это значит результаты будут не раньше сентября Наталья Кравченко, Сергей Моос, Евгений Овсеенко, Павел Холодов, События недели